Не менее 3000 зрителей. Я вообще считаю это не жестким. Что касается процента своих игроков, я скажу, что если бы Виктор Владимирович сказал 60% алтайских, я бы на 60% согласился. Но нужно качество игры и зрителей на поле. Пример, да, возьмем Алтай Баскор. Вот, зритель идет, болельщики, команда, хороший менеджер, 50% средств добывает клуб. Хотя и не те средства, но очень много в нем бюджета. Что касается суммы 14, ну я ее не проставлял, проставлял руководство клуба. Но если бы эти средства были, это вполне хватило бы доплачивать игрокам, потому что, ну, премиальные там и так далее. На сегодня, чтобы все имели представление, бюджет клуба 38,600, детская спортивная школа 13,600. Плюс еще 2-3 миллиона в год мы клубу на сборы, на поездки, тренеров детских. Ну, есть внеплановые какие-то успехи, их клуб не буду смотреть. Вот, если бы была эта внебюджетка на самом деле, конечно же, в этом плане, я думаю, что договор нормальный. Ну, прошу учесть, что в соответствии с договором, федерация должна дать оценку и дирекции клуба, и главному тренеру. Назначать, увольнять принимает все-таки учредитель краевой совет «Динамо». Поэтому я встречался с Андреем Владимировичем, он просил, чтобы федерация такую оценку дала. Решать, конечно, будет он, как учредитель клуба. Очень важное выступление прозвучало, и Геннадий Григорьевич Галкин я предлагал ему, когда возглавить клуб. Виктор Владимирович сам готов был уйти в отставку, и он сейчас это не скрывает, будет решение, если федерация соответствующая, и предложит ему председатель краевого совета. Конечно, это работа в системе «Динамо». Она очень сложная, потому что сам стадион «Динамо» находится в собственности федеральной. Вложить деньги из краевого бюджета очень сложно, потому что мы это пробовали и долго ходили в краевую прокуратуру. Почему? В чужую средственность. Поэтому совершенно справедливо стоит вопрос об изменении структуры. На сегодня внесено предложение. Раньше оно не могло возникнуть. У нас шел большой дележ по собственности на Трансмарш. Там собственники и краевая собственность, и городская. Город, администрация настаивала о вообще разделении, стадиона пополам, комплекса пополам, и завести туда детскую юношку и спортивную школу муниципальный номер 10. Надо отдать должное новому председателю краевого совета «Динамо» Андрею Владимировичу Муравьеву. И тут Борис Александрович Трофимов очень активно поработал с администрацией города. И Савинцев написал письмо, отказывается от всех претензий. Это развязывает руки. В этом плане будет предлагаться Крайспортуправлением, но согласовываться, понятно, с губернатором и так далее, создать краевое государственно-автономное учреждение, футбольный клуб «Динамо Барнаул». Вся собственность уйдет к клубу, этому автономному учреждению, полностью. Можно развивать, управлять, зарабатывать деньги. И тут, конечно, нужен менеджер-управленец и директора по развитию и так далее. Вся собственность. Значит, работать с краевым советом «Динамо» будем только по соглашению и платить какую-то соответственную аренду. Но клуб должен получать все билеты себе в доход. Тогда будет интерес у клуба. А на сегодня что? Сколько зрителей пришло? Алексей Алексеевич загасит только аренду в лучшем случае. Там 56 или 57 тысяч рублей за матч. Тогда будет интерес. Будет ходить 10 тысяч зрителей по 100 рублей. Будет миллион с каждого матча. Все это позволит. Значит, Андрей Владимирович заинтересовал эту процедуру. Ее надо до конца отработать. Ему это интересно. Но у автономного учреждения будет наблюдательный совет и попечительский совет, где можно и привлекать и средства. И этот наблюдательный совет, это как раз открытость, отчетность, общественность, журналисты и так далее. По-другому из этого я в поддержку уже Евгению Валерьевичу. Это одно из предложений. Его вносит Крайспортуправление, будет поддерживаться. Но в любом случае, любые кандидатуры должны проходить согласование на сегодня, пока вот эта структура действует, через Федерацию Крайевого футбола и через Крайспортуправление. Поэтому просьба выразить оценку работы клуба, естественно, Федерации. О чем просил Андрей Владимирович. Значит, что касается дальше ремонта, он сразу, уже сегодня клуб делает смету. И, понятно, мы будем средства просить в краевой адресной инвестпрограмме.